здравствуйте дорогие друзья с вами галанина ольга продолжаю ломать голову над делом гибели туристов дятловцев и вот наверное не знаю что почему то я не не читала этот протокол который сегодня хочу вам почитать этот протокол очень странный значит перед вами на странице 378 протокол допроса от 29 мая 59 года не могу понять почему вы вложили в дело во первых и протокол допроса 29 мая когда дело закрыли 28 мая постановление о закрытии уголовного дела было 28 мая и во вторых этот протокол не имеет никакого отношения к дате гибели туристов дятловцев это протокол допроса свидетеля город новая ляля 29 мая прокурор ново-лялинского района младший советник юстиции першин допросил в качестве свидетеля скорых георгия ивановича значит вам наверное интересно где это новая ляля я вам покажу карту вот смотрите карту вот она новая ляля где-то деревня вот тут ново-лялинском районе ведь она даже южнее серого же южнее ивделя открывал у нас вот самом верху эти расстояния по прямой от новой ляля до перевала измерим если измерить расстояние перевала то здесь 316 километров то есть в новой ляля допрашиваются свидетели ну давайте читать дальше так переход сейчас переключусь вот протокол допроса читаем значит в качестве свидетеля скорых георгий иванович рождение 1925 года уроженца алтайского края солонишинского района село булатова беспартийного образования 7 классов по национальности русского семейное положение женатого имеющего семью в составе пяти человек работает начальником участка караул подсобного хозяйства бум комбината проживающего село караул ново-лялинского района свердловской области и об уголовной ответственности по статье 92 95 уголовного кодекса рсфср за отказ от дачи показаний и дачу ложных показаний предупрежден подпись скорых так но я на всякий случай проверила что же это за статья 92 и 95 в уголовного кодекса редакции редакции 26 года сейчас вам покажу если кто-то сомневается что это за уголовное дело а какая там статья я сказала все 265 дождите к статье так статья 92 и 95 значит статья 92 у нас уклонение свидетеля от явки по вызову органа дознания следственного или судебного органа или отказ от дачи показаний равно воспрепятствование этой явки со стороны лица от которого не явившийся является материально или по службе зависимым и 95 статья заведомо ложный донос органу судебно-следственной власти или иным имеющим право возбуждать уголовное преследование должностным лицам а равна заведомо ложное показание данное свидетелем экспертом или переводчиком при производстве дознания что это у нас уголовный кодекс 26 года который вступил в силу в январе двадцать седьмого года и был до шестидесятого года ну ладно это неважно значит правильно статья указана до статья указана правильно переходим к протоколу так следующая страница по существу заданных вопросов поясняю что примерно в середине февраля месяца 59 года смотрите мы все знаем что был запуск ракеты середине февраля месяца да а все знают что туристы погибли 1 или 2 февраля зачем зачем этот допрос ну ладно примерно в середине февраля месяца 59 года я находился у себя в квартире в деревне караул но в ляленского района примерно в 6-7 часов утра моя жена вышла на улицу и тот час же застучала в окно и крикнула мне через окно посмотри летит какой-то шар и поворачивается на этот крик я выскочил на крыльцо и со второго этажа дома в котором я живу с крыльца я увидел как вдаль на север удалялся большой светящийся шар интересно он живет на втором этаже и выскочил на крыльцо второго этажа ладно дальше величиной солнца или месяц в арте картину увиденного мною я могу описать так что этот светящийся шар был похож на яркое солнце в тумане шар двигался по прямой линии далеко от нас но я обратил внимание на то что свет этого шара беспрерывно менял менялся в определенном чередовании красного и зеленого света вокруг которого в тот же в то же время постоянно сохранялся белый ореол в виде шара отсюда создавалось точное впечатление что этот движущийся шар меняющая краску находился в белой оболочке чередование красного и зеленого света производилась периодически шар очень быстро удалялся и я его наблюдал только несколько секунд после чего он скрылся за горизонтом никакого шума от полета этого шара я не слышал и считаю что шар летел от нас на очень большом расстоянии этот шар я представляю шел вдоль уральского хребта с юга на север а у него точное направление полета я узнать не могу так все это происходило мгновенно в течение нескольких секунд и на большом расстояние этот шар находился от нас я даже не смог сориентироваться тем более что это я наблюдал тотчас же после того как поднялся с постели а поэтому я даже по этой причине не смог уловить все происходящее записано правильно прочтено допросил прокурор подпись прокурора вот такой вот странный документ чем он странный для меня он странный во-первых то что никто до скорых не говорил что шар переливался по очереди красный зеленый то что этот шар шел вдоль уральского хребта в середине февраля в середине февраля зачем зачем спрашивают про шар который пролетал в середине февраля тем более 29 мая 59 года то есть перед закрытием уголовного дела иванов дал поручение першину допросить вот нашелся свидетель да видел эти огненные шары то есть сам иванов подозревал вот эти шары летящие конечно иванов не знал что это запуск баллистической ракеты на новую землю он не знал но он собирал свидетелей которые видели в середине февраля а почему это же было в середине февраля а в начале февраля этого не было зачем он тогда вообще этот протокол сюда приложил тем более 29 мая когда он уже все закрыл уголовное дело после этого протокола допроса в уголовном деле еще лежит допрос возрожденного или возрожденного ну в общем все это очень и очень странно как вы думаете для чего иванов вот этот протокол от 29 мая об огненных шарах об одном огненном шаре который был в середине февраля зачем он добавил его в уголовное дело объясните мне пожалуйста я не понимаю на этом я с вами на сегодня прощаюсь я помещу этот выпуск в плейлист протоколов потому что здесь в принципе ничего нового нет многие из вас наверняка читали этот протокол просто давайте задумаясь задумаемся почему иванов это сделал до новых встреч пока